приветствую сегодня у нас в гостях журналист павел казарин павел приветствую вас гостях у нас столько интересных тем с вами обговаривать как журналистам у нас теперь новый президент и он обещает что принесет мир в украину то чего не удалось сделать петру порошенко насколько оптимистично вы смотрите на его слова и на его заявление о том что он готов на все потерять рейтинг уйти со своей должности только чтобы украина пришел но тут проблема не в нем и вы знаете мир в украину не мог принести не петр порошенко не может принести владимир зеленский потому что мир в украину может привести только тот человек который в свое время этот мир у украины отобрал то есть владимир путин то самое которое принимало решение по поводу аннексии крыма и вторжения на донбасс и владимиру путину совершенно не имеет ну я не думаю что ему есть хоть какое-то дело до рейтинга владимир зеленского и не получится расквитаться и расплатиться рейтингом за какой-то выгодные для украины сценарий мира по сути единственный формат мира который есть в распоряжении банковой это капитуляция капитуляция тоже форма мира да не будут стрелять на востоке да не будут приходить похоронки в украинских города да мы не будем наверное так много тратить на оборонную сферу хотя кто его знает что еще будет входить понятие капитуляции не придется ли нам выплачивать репарации в той или иной косвенной форме но нужно понимать что никакого варианта когда украина продавливает агрессора и навязывает ему свои правила игры единолично в распоряжении нового президента нет и не будет равно как не будет в распоряжении любого другого человека который займет главное кресло на банковой стране а как вы думаете это понимает владимир зеленский что он обещает то что принципе невозможно исполнить это что действительно не от украины сейчас зависит а все-таки от позиции кремля и понимаете мы вообще на самом деле ничего не знаем о владимире зеленского мы не знаем о владимире зеленского это знаете такой он всю избирательную кампанию старательно не мешал своим избирателям себя придумать знаете он как книжка раскраска которую каждый раскрашивает теми фломастерами который сочтет нужным и владимир зеленский сам за фломастеры не брался потому что если бы он начал четко артикулировать свою позицию по ряду вопросов то его бы ситуативная коалиция та самая которая 73 процента дала во втором туре она развалилась бы еще перед первым туром мы смотрели социологию к мисс киевско международный институт социологии который анализировал электорат самых разных кандидатов президенты и знаете вот по основным политикам петру порошенко юлия тимошенко даже олегу лишко и так далее антолий гриценко электорат более менее монолитен он хотя бы примерно понимает чего ждет и какая картинка будущего для него является оптимальной а у владимир зеленского чтобы вы понимали там 50 процентов избирательных за него голосуют за европу 35 процентов его избирателей хотя дружбы с россией 47 процентов хочет свободного рынка 41 процент хочет государственного регулирования то есть исполнить их мечты невозможно потому что эти мечты они вас в детстве вы играли магнитиками конечно помните магнитики однородно заряжены они не притягиваются только отталкиваются вот избиратель владимир зеленского и такие однополюсно заряженные магнитики и их их повестки не способны притягиваться то есть ты начнешь потакать ожиданием одной части своих избирателей от тебя отколется другая к чему я все это веду потому что владимир зеленский так 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 мощно держал мхатовскую паузу так успешно выполнял роль великого немого что сумел отмолчаться вплоть до дня инаугурации и мы до сих пор не знаем по большому счету знает ли он разницу между например пасе и я не знаю там и и органами управления европейского союза мы не знаем ни уровня его компетенции ни уровня его представлений о мире не того как он видит сложность международной политики поэтому когда вы задаете мне вопрос о том понимает ли он те риски а перед которыми сегодня оказалась украина и понимает ли он недостижимость сценария мира кроме как ценой капитуляции я не могу дать ответ на этот вопрос мне даже не знаю сможет ли дать ответ на этот вопрос сам владимир зеленский ну вот вчера новопризначенный глава администрации президента андрей богдан заявил что власть рассматривает вынесение всенародный референдум референдум вопрос о заключении мирных договоренностей с рф тут вопрос если смысл выносить на референдум какие-то вопросы если не было еще приговоров с россией не логично ли выносить вот у нас есть вот такие договоренности такие вы за что голосуете но в том-то и дело на референдум имеет смысл выносит выносить те договоренности за которые власть боится взять на себя ответственность но вспомните как это было с brexit был камерон который был сторонником европейского союза пример министр великобритании который был сторонником сохранения британии внутри европейского союза его критики его политические оппоненты все время говорили о том, что Британии нужно выйти из Евросоюза. Он решил перехватить эту повестку, вынести этот вопрос на референтум и ездил по стране, агитируя за сохранение. Он думал, что тем самым он как бы раз и навсегда закроет этот вопрос. Британцы придут на избирательные участки, проголосуют против выхода Британии из Европейского Союза, но он ошибся, потому что в итоге 52% британских избирателей проголосовали за Брекзит. И его абсолютно вот нежелание брать на себя ответственность, нежелание сказать, что ребята, этот пункт губителен, этот пункт вредит британскому будущему, в конечном счете привел к тому, что Британия оказалась внутри глубочайшего политического кризиса, когда она не может договориться с Европейским Союзом о сценарии выхода. Более того, когда выход из Европейского Союза чреват эскалацией насилия в Северной Ирландии, потому что я напомню, что многолетнее противостояние в Северной Ирландии и взрывы, которые уносили жизни британских подданных, они перестали звучать только в тот момент, когда и Ирландия, и Британия, частью которой является Северная Ирландия, стали членами Европейского Союза. Граница исчезла. Если Британия выходит из Европейского Союза, нужно эту границу восстанавливать. Соответственно, тот самый камень преткновения, из-за которого ирландская республиканская армия взрывала британских военных, он вновь появляется на повестке дня. И все это, все этот вал политического кризиса, обнищание, потому что каждый день британская экономика теряет очень большое количество денег, все это возникло из-за нежелания одного единственного политика британского брать на себя ответственность и сказать, что идея выхода из ЕС, это на самом деле абсолютно губительная для нашей страны идея. Это преамбула, теперь преамбула. По поводу заявления новоназначенного главы администрации президента. В чем проблема у Владимира Зеленского? Мы до сих пор не понимаем, кто акционер и его личного ООО. То есть, условно говоря, сколько процентов акции у ООО Владимир Зеленский у Игоря Коломойского, сколько, условно говоря, у Хорошковского, сколько у других каких-то игроков. Где заканчивается, собственно, Владимир Зеленский? Начинается Игорь Коломойский. После того, как вчера господин Богдан был назначен на должность главы администрации президента, все стали думать, собственно, а сколько акцию самого Владимира Зеленского в ООО Владимир Зеленский. И это на самом деле большой вызов, потому что до этого Игорь Коломойский давал ряд интервью, в которые говорил о том, что на Донбассе идет гражданская война, что надо это все потихонечку, эту войну заканчивать и так далее. И теперь человек, который являлся до недавнего прошлого его юристом и работал на структуры Игоря Коломойского, выходит и эту же идею озвучивает, но уже с должности главы администрации президента. Уже как официальное лицо. Да. И это вызывает огромное количество вопросов. Потому что, понимаете, в чем штука? Через референдум стране можно продать все, что угодно. Все зависит от того, как вы будете подавать то или иное решение. Представьте, что выходит, например, партия Владимира Зеленского и говорит о том, что мы выносим на референдум вопрос, который приведет к миру, к процветанию, к открытию российского рынка для украинских товаров, который приведет к остановке кровопролития, к тому, что мы уменьшим военный бюджет. За это проголосует украинский обыватель откуда-нибудь из небольшого районного центра или областного центра, или из любого другого города. Да, конечно же, проголосует в такой подаче. Потому что, если ему объяснить, что на самом деле это сценарий, при котором, например, украинские реформы сворачиваются, вместо украинских олигархов занимают российские олигархи, которые куда более зубастые. О том, что у нас распространяется пространство политической коррупции, происходит белорусизация страны, российские колонии никогда не живут богаче, чем метрополия. То, возможно, по таким соусам избиратель уже не будет на этом референту голосовать за этот сценарий мирного соглашения. И я повторюсь, все, что мы видим, это такая утрамбовка вскапывания почвы под какой-то, довольно, на мой взгляд, безответственный сценарий мирных переговоров с Россией, за который, причем, политики, которые его будут предлагать, не хотят брать ответственность. Да, это сейчас выглядит как тупиковая ситуация, но хотелось бы, чтобы мы немножко попытались спрогнозировать, а какие вопросы могут, как конкретно могут звучать вопросы на этом референдуме. К примеру, готова ли Украина предоставить особый статус территорию, там, Басфорд Ло? Смотрите, я думаю, что все упирается в Минские соглашения, в значительности. Минские соглашения могут, на самом деле, сработать как в пользу Украины, так и в пользу России. Все зависит от очередности выполнения пунктов. Условно говоря, Россия настаивает на том, что сперва Украина должна объявить амнистию, то есть легализовать боевиков, провести выборы на оккупированную часть Донбасса. То есть боевики избираются, соответственно, в органы власти, становятся мэрами городов, местных советов и так далее, и так далее. А потом этим же боевикам передается контроль над границей. Украина настаивает на другом сценарии реализации Минских соглашений. Сперва Россия выводит свои вооруженные силы, заходят международные наблюдатели или украинская армия. Затем, только после этого, закон об амнистии, только после этого выборы. И, соответственно, передача контроля над границей уже передается украинской армии, а не легализованным Захарченко и Плотницкин, как бы их ни звали. Казалось бы, и то, и другое является реализация Минских соглашений. Но в зависимости от очередности пунктов, финальный итог этих самых Минских соглашений меняет свой знак с плюса на минус. И все же зависит от того, согласится ли Киев с российским, например, сценарием реализации Минских соглашений, или будет настаивать на своем сценарии реализации Минских соглашений, на том, что выгоден стране. Поэтому в том-то и ужас, что когда у вас плывет корабль, в шторм, не очень устойчивый корабль, дырку в трюме можно пропилить в любом месте. Не существует какого-то единой, одной-единственной уязвимой точки, которую вот можно там как бы закрыть и сказать, вот если они здесь не пропилят дырку, то больше нигде не пропилят. В том-то и ужас, что люди, которые с дрелью мотаются сейчас по нашему трюму, могут наделать дырок в самых неожиданных местах. Кто-то будет это делать сознательно в силу профессиональной подлости и корости, а кто-то будет это делать несознательно в силу того, что он просто дурак. Украинцы какой сценарий сегодня готовы поддержать и насколько есть заинтересованность в примирении с Россией? Украинцы будут поддерживать тот сценарий, который им наиболее выгодно продадут. Продали же Владимира Зеленского, который не был нам известен, иначе как своими скетчами. Это же называли протестное голосование против Порошенко, а не Зеленского. Я согласен, но его продали в первую очередь, потому что он больше всех подходил на роль президента-чудотворца, который придет и по мановению волшебной палочки решит все наши проблемы. История победы Владимира Зеленского это история в очередной раз победы телевизора, победы сериала «Слуга народа» на здравом смысле, но реальностью победы сериала, его медийной популярности 95-го квартала. К сожалению, обывателю практически в любой стране, мы в этом смысле не являемся каким-то печальным исключением, продать можно практически все, что угодно. Дональд Трамп сумел же себя продать довольно, как мы привыкли считать, неглупым американским обывателем. А идея Брекзита смогла же себя продать тоже, как мы привыкли считать, довольно неглупым британским обывателем. Так что же, или, например, в Австрии, где побеждают ультраправые. Так что же нас заставляет думать, что в нашей стране нельзя продать сценарий капитуляции под видом сценария победы и окончания войны. Что касается обмена военнопленных, в ближайшей перспективе этот вопрос сможет решить Зеленский, тем более уже самопровозглашенных ДНР и ЛНР сказали о том, что они готовы вести консультации с Зеленским, обмен всех на всех. Он сможет хотя бы начинать, к примеру, реализовывать этот пункт, а потом уже перейти к каких-то более глобальных стратегиям. Вы знаете, года два назад я был на закрытой встрече с одним американским чиновником, который занимается украинским направлением. И когда его на этой встрече моя коллега спросила по поводу того, есть ли шанс, что переговоры по судьбе украинских пленных и политзаключенных будут разморожены, он сказал, что, на мой взгляд, инициатива тут не на стороне Киева, и Москва не идет на переговоры, это было, кажется, то ли 17, то ли начало 18-го года. Потому что использует это как предвыборную модель. Условно говоря, если действующая администрация в Киеве на Банковой проводит обмен и возвращает какую-то часть украинских пленных домой, то это добавляет ей политических очков. А Москва и Кремль, не желая идти на поводу у администрации Петра Порошенко, не хочет добавлять им очков, и поэтому он тогда заявил, что, скорее всего, до конца президентских выборов никаких подвижек в этом вопросе не будет. Все зависит от того, захочет ли Москва сейчас поддержать Владимира Зеленского. Вот ему нужна, допустим, сейчас, он хочет идти на досрочные парламентские выборы. Мы понимаем, что голосование за политикой и голосование за его партию это всегда разные цифры. Если тут за тебя готовы, например, проголосовать 70% избирателей, то тут может быть 30-35%. И чтобы, например, подтянуть... И Москва, например, может предложить такую, знаете, сделку дьявола. Мы даем тебе какую-то часть украинских пленных, повышая тем самым рейтинг твоей партии на парламентских выборах, а ты взамен, например, делаешь вот это, вот это, вот это. Например, блокируешь судебный иск или саботируешь судебную тяжму, которую ведет Нафтогаз с Газпромом за многомиллиардные контракты. Или продавливаешь подписание того газового контракта, который выгоден Газпрому и крайне не выгоден Нафтогазу и Украине в целом. И так далее, и так далее, и так далее. Еще ходят слухи, что снижение процентного барьера вхождения на парламентских выборах тоже до 3 или, я не помню, до 2%, это тоже такая схема, чтобы могли зайти партии, так называемые, пророссийские побольше в парламент. Ну, я думаю, что не только в этом, понимаете. Дело в том, что я бы в этом смысле сейчас не проводил знак равенства между Владимиром Зеленским и Кремлем, да. То есть, условно говоря, если бы президентом, не дай бог, стал Виктор Медведчук, то мы могли бы говорить, что по большому счету Виктор Медведчук является продолжением рук Владимира Путина. Владимир Зеленский все-таки немного другая история, и он ставленник в несколько других финансово-промышленных групп. Это скорее как бы ставка на общую хаотизацию. Когда у вас в Раде есть много маленьких крошечных фракций, даже небольших, всегда можно заручаться их ситуативной поддержкой при необходимости сколачивая коалицию, чем когда есть несколько крупных игроков, с которыми нужно договариваться по каким-то системным вещам. Я думаю, что это скорее на ставка, которая делается на создание более дробного популистского парламента. А стоит ли Зеленскому сотрудничать с Медведчуком, потому что Порошенко в вопросе военно-пленных с ним все эти годы сотрудничал, стоит ли Зеленскому благодаря достижению цели продолжать эту политику? Понимаете, решение о судьбе пленных принимает не Виктор Медведчук. Но он и способствует этому. Виктор Медведчук является безусловно тем человеком в Украине, которому доверяет Владимир Путин. Просто потому, что крестный его ребенка Медведчука это Владимир Путин, крестная мама, Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева. Но я думаю, что именно Владимир Путин лоббирует сохранение Виктора Медведчука в каких-то переговорных группах для того, чтобы тем самым, наверное, начинает наращивать его внутриукраинский политический капитал. Но решение по судьбе украинских пленных принимает не Медведчук, принимает Путин. И если Владимир Путин решит, что судьба украинских заложников может быть элементом торга с Владимиром Зеленским за какое-то антиукраинское решение, то он, повторюсь, отпустит, например, какую-то часть. Я абсолютно не исключаю такого варианта, что в ближайшее время к счастью, какая-то часть украинских пленных или украинских заложников из числа гражданских лиц вернется домой. Это безусловное счастье, безусловное приобретение. Но нужно еще понимать, что Владимир Путин это не человек, который страдает от излишних приступов гуманизма. Он абсолютно холодный, расчетливый, трезвый и довольно безжалостный человек. Если украинские граждане будут возвращаться домой, только в том случае, если это будет выгодно нынешней политике России, если в рамках этого обмена Москва выторгивает себе какие-то важные важные уступки. И повторюсь, не Виктор Медведчук принимает эти решения. Я думаю, что в значительной степени все зависит от позиции Банковой. Если Банковая сочтет необходимым не привлекать Виктора Медведчука, то возможно эти переговоры будут идти напрямую без его участия. Но эти переговоры все равно будут идти с теми людьми, которые не желают для Украины ничего хорошего. А что касается господина Путина, как вы думаете, у него есть какой-то план? Или он действует ситуативно, он сейчас хочет посмотреть, какие шаги будет делать Зеленский, он занял такую позицию в ожидании? Или он ничего не выжидает, у него есть конкретные планы А, Б и В? Ну, у него есть главный конкретный план. Знаете, это вот история про то, почему невозможен какой-то всеохватный компромисс и такой вот мир, который бы устроил всех, потому что Европа мечтает вернуться в 2013 год, когда Крыма и Донбасса нет, когда не нужно выводить и поддерживать санкции против Российской Федерации, когда можно торговать прекрасным образом с огромным российским рынком и прекрасно заниматься политической коррупцией вдобавок. Киев тоже мечтает, наверное, кто-то в Киеве мечтает вернуться в 2013 год, когда нет похоронок, нет мартирологов с фронта и так далее. А Москва не собирается возвращаться в 2013, ее мечта коллективная это переиграть 91-й, потому что зачем им обнулять последние 5 лет, если они считают ошибкой последние 28 лет, если они снова хотят, чтобы бывшие соседи по коммунальной квартире переделали межкомнатные стены, точнее несущие стены обратно в межкомнатные, если они снова хотят реконструировать в том виде, в том или ином виде империю, ну или как минимум создать эдакий новый СССР 2.0. И Владимир Путин неоднократно говорил, что он считает главной геополитической катастрофой это развал Советского Союза и в этом смысле его капитальная и фундаментальная цель она остается неизменной, она состоит в том, чтобы граница между Россией и Европой проходила по украино-польской границе, а не по украино-российской границе, а чтобы мы продолжали выполнять ту роль демпфера, буфера между Россией и всем тем, что Владимир Путин привык считать пространством кровожадного НАТО. И если Владимиру Путину ради создания в Украине фейл-стейт нужно погрузить нашу страну в хаос, то он будет это делать. Инструментарий при этом, конечно, он может разниться, при этом Владимиру Путину по большому счету спешить особенно некуда, потому что с одной стороны в Европе мы видим зреет усталость от украинского вопроса, ряд украинских депутатов. Уже последние пару лет мы слышим. Вы правы. Я просто говорю это опираясь на последние результаты решений по парламентской ассамблее Совета Европы по возвращению в дискуссии о возвращении и возвращении России права голоса в ПАСЭ и так далее. Вполне может быть, что вслед за этим шагом начнется другая дискуссия об отмене санкций против Российской Федерации и так далее. Мы видим, что США сегодня погружаются в предвыборный год, потому что в 2020 году у них президентские выборы и возможно они сегодня не будут так пристально всматриваться в события в Украине. Владимир Путин самое главное, понимаете, он не скован тем, чем скован любой другой политик в любой другой стране. Потому что любой другой политик в любой другой стране скован сроком своей каденции. Для Владимира Путина он пришел в правительство при Клинтоне, потом было два срока Буша, потом было два срока Обамы, вот сейчас Трамп для него, условно говоря, это четвертый или пятый американский президент, причем Владимир Путин рассуждает в такой матрице, окей, не договоримся с этим, подождем следующего. Он может сидеть на политике. Да, извините, что перебываю, но у других президентов есть еще и другой риск. К примеру, в Украине уже президенты боятся то, что народ может спокойно выйти на улицу и сказать, нас это не устраивает, до свидания. В России же такого сценария тоже пока что нет. Хотя вот в СМИ последнее время фигурирует информация, что скоро Россия полыхнет акциями протеста, что россияне уже на грани того, чтобы уходить на улицу и говорить, что все, ты нас, Путин достал, особенно после того, как он начнет выплачивать пенсии пенсионерам на Донбассе. Как вы думаете, будет такой сценарий? Не будет такого сценария. Честно говоря, я не верю в сценарий каких-то больших массовых протестов в России по ряду причин. Ну, во-первых, потому что там иной формат политической культуры, потому что там выстроена система массированной пропаганды, потому что российские граждане привыкли бояться российского государственного левиафана. А самое главное, что нужно понимать, что никакой травоядной позиции у российских силовиков в отношении любого протеста не будет. То есть, условно говоря, нельзя себе представить сценарий российского Майдана, например, напротив на Красной площади такая уличная сцена, разносят бутерброды, сцена напротив мавзолея, с которой выступает Вася Обломов и Леонид Парфенов, по улице ходят Навальный и так далее. Нет, просто все сразу зачистят ОМОНом. Если нужно будет бросить БТР, то бросить БТР. Если нужно будет бросить гусеничную технику, бросят гусеничную технику, потому что российское руководство воспринимает любой компромисс как поражение. И ни на какие, условно говоря, это иной формат политической культуры, не так, как в Украине. И поэтому это касается всего и обывателей, властей, и способа взаимодействия властей и обывателей. Поэтому я не склонен Но тем не менее, они очень осторожны. Вот заметьте, что ни одна акция протеста, она не заканчивалась смертью. Вот у книги Шустера, он очень интересно рассказывает о сценарии первой смерти, что во время акции протеста, если только кого-то убивают, с этого начинается уже революция и бойня. В России не допускают. Их бьют, их сажают. Но тем не менее, никого не убивают. Если бы допустили убийство, это стало бы триггером для массовых акций протеста? Нет, не стало бы. Не стало бы. Я думаю, что то, что в России не убивают на протестных акциях, власть, условно говоря, свидетельствует скорее о довольно вегетарианском характере этих самих акций. Вот недавние акции в Екатеринбурге, мы видели, как это происходило, когда раз за разом протестующие говорили о том, что мы мирный протест, мы сочувствуем милиция с народом, говорили они, обращаясь к ОМОНовцам, мы не против вас, мы просто хотим быть услышанными. Ну, потом просто ОМОНовцы пришли, но еще всех зачистили и так далее. Я думаю, что история про отсутствие смертей во время российских протестных митингов, это история не про вегетарианство ОМОНа, а история про вегетарианство протестующих. Вернемся к господину Зеленскому. Насколько далеко он готов пойти ради интересов своей страны? Потому что тоже вспоминали во время дня инаугурации его диалог с президентом Венгрии, где тот жаловался о правах нацменьшинств в Украине, якобы, что их права ущемляются. Зеленский сказал, что сделает все, чтобы защитить все нацменьшины, в том числе венгров. Как вы считаете, существует там ущемление прав? И то, что эта группа людей плохо знает украинский язык, потом они не могут устраиваться в госсектор, к примеру. Я не специалист именно по проблемам венгерской диаспоры в Украине, но я считаю, что все граждане Украины, если они будут знать государственный язык, то это просто история про социальный лифт, про то, что они действительно после этого могут себя чувствовать полноценной частью украинского общества, а не геттоизироваться в тех или иных районах той или иной области. Я поэтому искренне недоумеваю, когда слышу комментарии венгерских дипломатов, которые кричат о том, что все плохо, все сгорело. Другая есть проблема. Вы вот вначале спросили о том, как далеко может пойти Владимир Зеленский, отстаивая интересы страны. Во-первых, мы не знаем, что он понимает под интересами Украины. Вот правда мы не знаем. Мы не знаем, он понимает под интересами Украины примирение с Москвой любой ценой или бегство в Европу любой ценой. Он понимает под интересами Украины интеграцию в Североатлантический Альянс в том или ином виде. Или, например, я не знаю, закупку газа у Газпрома. Если Газпром даст небольшую скидку, он будет это воспринимать как интересы страны. А самое главное, он просто некомпетентен. Давайте это назвать вещи своими именами, просто потому, что он никогда не работал в сфере государственного управления. Но он же сам сказал, что будет учиться быть президентом. Да, но он, например, провел телефонные переговоры с президентом Молдовы Игорем Дадоном. А Игорь Дадон, тот человек, который в свое время заявлял о том, что Крым это российская территория, после чего с Игорем Дадоном президент Украины не разговаривал. Официальная позиция украинского МИДа была очень простая. Либо Игорь Дадон дезавуирует свои заявления о российском статусе Крыма, либо, соответственно, с ним никаких переговоров прямых вести не будут. Когда президент Украины в силу неопытности, ну просто потому, что нет у него советника из МИДа рядом, который понимает такие тонкости протокола, не объясняет ему это и допускает прямой переговор, то это не просто какой-то эксцесс исполнителя, это еще и разрушение определенной дипломатической архитектуры, которая сложна. И нужно понимать, что таких дипломатических нюансов, архитектур и так далее существует в стране сотни и десятки тысяч, которые выстроены на каких-то неформальных правилах, неформальных условиях. В жизни любой корпорации всегда существует свой собственный внутренний неформальный коллектив. И любой человек, который приходит со стороны, он всегда, даже в вашу редакцию, вот он придет, он все равно будет встраиваться в течение нескольких месяцев, адаптироваться, понимать, что к чему, как с разными людьми коммуницировать, какие скидки на какой характер делать, какой характер у вас, какой характер у вашего коллеги, и как с кем коммуницировать и так далее. Владимир Зеленский лишен возможности все это знать. Вдобавок, он лишен опыта государственного управления. И самое любопытное, что сегодня у огромного числа украинских обывателей, которые в том числе голосовали за Владимира Зеленского, есть такие радужные ожидания насчет будущего. Вот кто-то дает ему полгода на сбычу мечт, кто-то готов ждать целый год. Но они не понимают одного простой вещи. В меню современном украинском, в меню украинских сценариев нет опции «будет лучше». Есть опция «не будет хуже». И это зависит просто от обстоятельств, внутри которых мы очутились. Мы в этом году должны погашать очень большие, обслуживать большую часть внешнего долга. Экономическая конъюнктура в стране и в мире не вполне в нашу пользу. Обновление приговоров с МВФ, новая программа. Абсолютно точно. И так далее, и так далее, и так далее. И мы сегодня напоминаем корабль, который идет в шторм. Вот от мастерства... Вот в шторм, когда корабль попадает, не может стать лучше, может не стать хуже. То есть если капитан достаточно опытный, то корабль не налетит на рифы. А если капитан не знает, у него нет лосманских карт, если он не понимает, как это делается, то есть большой шанс, что корабль налетит на рифы. Но когда украинский избиратель, повторюсь, ждет того, что будет лучше, он не понимает того, что единственное, что у него в меню может быть, это то, что не станет хуже. Павел, а как вы думаете, украинцы, которые делали этот выбор, готовы нести за него ответственность? Или в принципе, это не ответственность на гражданах? Это ответственность на том, на кого они поставили в этот столб? Нет, это безусловно их ответственность, но они ее никогда на себя не возьмут. Но то, что они ее на себя не возьмут, это не значит, что эта ответственность на них не ляжет. То есть я объясню. Украинские обыватели, либо мы через год не найдем никого, кто голосовал за Владимира Зелянского, через полтора, и все будут говорить, господи, кто же за него голосовал. Либо они будут закрывать глаза на очевидные его огрехи и продолжать уверять себя, что все идет в правильном направлении. Как, например, очень часто убереждают себя в этом избирателей Дональда Трампа, хотя многие решения Дональда Трампа бьют именно по этим избирателям. Но знаете, человек существует не рациональный, а рационализирующий. Он справедливо делает выбор какой-то, потом его себе объясняет, рационализирует, чтобы не чувствовать себя дурком и обманутым. Либо второй сценарий, кто-то разочаруется, но скажет, что Владимир Зеленский нас предал, наши ожидания и так далее. А когда ты будешь к ним приходить и говорить, что, ребят, ну вы изначально голосовали за человека, который не мог исполнить ваши обещания, потому что ваши ожидания были столь велики, что их никто не мог бы, собственно, воплотить в жизнь, они будут от тебя отмахиваться. В этом и состоит проблема украинского избирателя. Он безответственный. И он на себя ответственность брать не будет, но эта ответственность на него все равно ляжет, потому что макроэкономические законы, они являются именно законами. Экономические последствия обязательно являются экономическими последствиями. И это, знаете, тут он средним, как слой масла на бутерброде, будет размазан по всем. Украинские же избиратели, вот смотрите, в политике существует пять, кстати, основных мужских типажей. И только один женский. Вот что объединяет Ангелу Меркель, Юлию Тимошенко, Терезу Мэй, я не знаю, Мадлен Олбрайт, Маргарет Тэтчер. Вот женский образ политики, это сталь под шелком. И есть пять мужских типажей. Самый сильный, самый умный, самый честный, борец и чудотворец. Некоторые эти типажи друг с другом способны пересекаться. Вот, например, самый умный может быть самым честным, а некоторые не способны. Например, самый умный не может быть самым сильным. В этом проблема была понятия Арсения Петровича и Циника. Он все время хотел, он его избиратель воспринимал как самого умного в очках, интеллигентной, худенькой. А сам Арсений Петрович все время хотел быть самым сильным. И поэтому билборды фронта перемен он раскрашивал в камуфляжные цвета. Так вот, Анатолий Степанович Гриценко, он тоже никак не мог до последнего определиться, кто идет на выборы. Экс-директор Центра Разумкова или экс-министр обороны. И поэтому он тоже не мог определиться, он с умными или с сильными. Но проблема в том, что в нашей стране не побеждают ни умные, ни сильные, ни честные. У нас всякий раз на выборах избиратель голосует за торговца чудесами, за пятый тип. Так голосовали в свое время за Кучму в 1994 году, потому что он обещал, что после Кравчука восстановят отношения с Россией. Красный директор вместо советской партийной номенклатуры настоящий крепкий хозяйственник восстановлю дружбу с Москвой. За него проголосовали. В 2004 году голосовали за Ющенко, он тоже был торговцем чудесами, все от него ждали одномоментного наступления счастья. В 2014 году Петр Порошенко тоже победил, как торговец чудесами, на лозунгах за две недели закончить АТО и всеобщее процветание и благоденствие. Сейчас победил Владимир Зеленский, тоже в рамках вот этого образа торговца чудесами. Украинский избиратель очень инфантильен, чрезвычайно безответственен, крайне наивен, но другого обывателя у нас к сожалению нет. Да, но это же не первый год, не пятый, не десятый, даже не пятнадцатый. Сколько еще набивать надо шишки, чтобы они наконец-то понимали, что не входит полномочия президента, чтобы после того, как нам говорят, что выиграл Владимир Зеленский и проводят опрос, а чего вы хотите от нового президента, и они говорят, ну снижение тарифов. Это же абсолютно глупость. Вы знаете, я раньше думал, что избавление от разрухи в головах это дело поколенческое, вот условно говоря, будет там сходить с электоральной сцены поколение, которое там выросло и сформировалось в эпоху Советского Союза, будет приходить новое, и проблема решится. Нет, она и решится. Социология это показывает. Это решается, я не знаю, уровнем грамотности, качеством образования, степенью личной политической ответственности. То есть у нас же, например, люди не понимают, из чего складывается бюджет, потому что они не платят налоги. То есть идеальная схема это такая, вот сейчас всем учителям, врачам, всем бюджетникам выдавать полную зарплату, но чтобы они сами выходили в налоговую и отдавали часть в качестве налогов. Тогда бы они понимали, что они, что бюджет это та копилка, в которую мы все скидываемся на праздник, а потом из нее делим, что деньги не берутся из абстрактной тумбочки. Потому что сейчас у людей абсолютно нет понимания того, что такое налоги, откуда они берутся, из чего формируется бюджет и так далее. Это вот вопрос политической грамотности, вопросы базовой экономической грамотности и так далее, и так далее. Само по себе время это ничего не решает. Это, наверное, способно решать только уровень образования. И то, знаете, я вот года три назад у меня были ответы на все вопросы. Я говорю, ну надо как в Европе. Хорошее, качественное образование, политическая традиция и так далее. А сейчас я смотрю, что от старой Европы, той, которую мы любили ставить себе в пример, осталось только Скандинавия, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция. А чем южнее европейская страна, тем больше она творит глупостей, тем больше она готова голосовать за популистов и за людей, которые предлагают своим странам настолько же безответственное решение, насколько предлагают украинским избирателям украинские политики. Это то, что говорили, когда мы перейдем в Европу, увидим ли мы ту Европу, в которую мы так хотели. Ну, мы сегодня обречены верить в Европу, больше чем Европа порой верит в саму себя, просто у нас альтернативы нет, а во что нам еще остается верить. У нас, собственно, вся дихотомия выбора это либо бывшая метрополия, и у нас был весь 20 век для того, чтобы убедиться, чем чревато статус колонии в этой метрополии, в российской, или, условно говоря, некая небесная Европа мечты. Ну, вот пока у нас избиратель в нее верит. Да. Павел, и последний вопрос по Крыму. Какая здесь должна быть политика Зеленского? Только будет звучать одна риторика, что Крым это украинская территория? На самом деле, по Крыму инструментарию официального Киева чрезвычайно маленький. Вот есть какие-то вещи, которые связаны, знаете, вот есть тема Крыма, и у нее по орбитам еще дополнительные темы такие болтаются. То есть, вот можно навести порядок государственной миграционной службы, чтобы они не кошмарили крымчан, которые приезжают там вклеивать фотографии в паспорта или свидетельство о рождении, свидетельство о смерти брать. Потому что сейчас кошмарят страх как? Заставляют по неделе ждать и так далее, хотя должны за один день вклеивать. Можно обустроить пункты пропуска на админгранице между Херсонской областью и Крымом. Это тоже вот один раз проинвестировал и как бы с глаз долу и сердце вон. Можно там еще там вот стипендии назначали семьям крымских политзаключенных, которых много, которые находятся в российских тюрьмах, а их родные потеряли кормильцев и так далее, и так далее. Дипломатическая работа по Крыму, попытка увязать Крым вместе с Донбассом, потому что сейчас основная часть российских санкций привязана к судьбе Донбасса. Если Россия внезапно уйдет с Донбасса, то Запад получит все основания для того, чтобы санкции против России отменить, а непосредственно крымский пакет санкций, он очень маленький, куцый и так далее. Но мы должны при этом понимать, что если Донбасс, скорее всего, Россия будет пытаться Украине перевязать Георгию с коленочкой и отдать, то Крым это история про Толкиновское кольцо. Помните, Властелин колец? Добровольно отдать невозможно, но чем дольше носишь, тем больше она тебя в горло превращает. Вот это то, что происходит сегодня с Российской Федерацией. Это Гарри Поттерский крестраж или Гаррак Ракс, смотря в каком переводе вы читали. Помню крестраж. Да, крестраж. То есть в политике, у ряда политиков тоже есть свои политические крестражи, без уничтожения которых невозможно обнулить карьеру этого политика. У Владимира Путина таких крестражей четыре. Это борьба с региональным сепаратизмом, выигранная Чеченская война. Это нефтедоллары, которые позволили увеличить пенсии и зарплаты внутри Российской Федерации. Это борьба с внутренней пятой колонной, которую он продает своему избирателю. И это Крым. Крым один из крестражей Владимира Путина. Который уничтожить, вероятно, сложнее всего. Ну, то есть, условно говоря, либо Крым перестанет быть крестражем, когда закончится политическая карьера Владимира Путина закончится тогда, когда Крым, соответственно, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Но я понимаю, что Крым это история на десятилетия. Знаете, когда в свое время там латыши спрашивали, что нужно, чтобы они обрели независимость. Для того, чтобы Латвия обрела, Литва обрела независимость, потребовалась самая малость. Разрушить Советский Союз. Вот тогда Союз, их национальное освободительное движение, добился своей финальной цели. И Литва получила независимость. Но для этого нужно было всего лишь самая малость. Чтобы освободить принцессу, нужно победить дракона. Ну, как и многие эксперты говорят, что украинцы ждут, когда Путин там уйдет и так далее, что якобы Крым вернется само собой. Но Крым не уходил, его отобрали. Крым можно только вернуть, а не ждать, пока он вернется. Имеется в виду, что россияне не будут готовы, даже если будет новый президент, к примеру, это так в порядке бреда, придет Навальный, скажет, Крым, это украинская территория, мы возвращаемся, сами россияне не будут готовы к такому сценарию. Мы все время, кстати, думаем о том, что после Владимира Путина придет некий коллективный такой либерал, либерал, либералович. А мы же должны понимать, что в России многие упрекают Владимира Путина за то, что он недостаточно Путин. Почему мы думаем, что после Владимира Путина не придет человек, по сравнению с которым сам Путин будет выглядеть практически вегетарианцем? Кстати, о таком сценарии тоже. говорят. Чтобы удержать просто все эти территории, которые есть в России. Да, скажем так, история про Крым, мы должны понимать, что это история в долгую. Но самой большой ошибкой было бы позволить России зафиксировать новое статус-кво. Как только Украина перестанет артикулировать, что Россия является агрессором, страной-оккупантом, страной, которая берет заложников, как только официальный Киев начнет говорить о своей готовности договариваться, просто надо перестать стрелять и так далее и прочее. Этот бред, который звучит с экранов телевизоров. Как только мы начнем сами посылать Европе сигналы о том, что Россия не является для нас угрозой, что мы готовы договариваться где-то посередине, вот точно в этот же момент Европа точно так же начнет договариваться с Россией где-то посередине. И это посередине скорее всего будет за наш счет. И те люди, которые думают о том, что всегда можно найти какой-то взаимовыгодный компромисс, они ошибаются. Иногда компромиссов не бывает. Иногда некоторые войны длятся десятилетиями. Но если кто-то думает, что нынешняя война идет только лишь за идентичность, потому что условно говоря повестка нашей войны она как звучит? Мы хотим видеть себя украинцами, они хотят видеть нас малоросами. В этой формуле есть много наверное для кого-то пространства для компромисса. Нужно понимать, эта война идет не только за идентичность. Эта война идет еще и за смену правил игры, за попытку определить где собственно заканчивается Европа и начинается в широком смысле русский мир. Эта война идет за попытку построения эффективной экономики, за систему сдержек и противовесов, за систему балансов и внутриполитических компромиссов. Эта система идет за правом быть частью цивилизованного мира. И если мы эту войну проиграем, это будет проигрыш означать не только идентичности, но это будет означать проигрыш и потерю шанса на построение сколько бы то ни было симпатичного, комфортного государства, в котором комфортно было нашим детям. И нашим детям просто придется начинать все с нуля, потому что мы свой шанс упустим. Ну что ж, на этой позитивной ноте, Павел, мы закончим нашу интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам. Все только начинается, поэтому будем следить за новостями и за теми действиями, которые будет делать новая власть. Павел Казарин был нашим гостем. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписываться на наш ютуб-канал.